Ребята, посмотрите, какую красоту мне принесли. Ну, сначала скажу доброе утро. Доброе утро всем! После прямого эфира очень захотелось покушать. Да. Вот. И обычно многие американцы кушают в кафе. Специально завтрак, отдельное меню для завтрака. Вот смотрите. Готовый лосось. Ага. Вот такой у меня лосось и вот такой у меня кофе-кейк. Да, я тоже себе заказала кофе-кейк. Очень вкусно, очень классно. Сэнки. Ну, тебе нравится? Да. Ну, попробую. Думаю, да. Ребята, мне принесли коктейль первый раз. Пробую мимоза. Мимоза это... Только с мороза. Это апельсиновый сок плюс шампансе. Ух ты! Знаете, так, ядреное такое. Прикольно. Шампанское сухое. И поэтому апельсиновый сок получается не сладким. Но нормальный. И вот такой вот капучино. Капучино я тут пила уже. Очень вкусный капучино. Класс. Ребята, вот такие у нас грибы. Я их открываю и помою. Прежде всего, их надо помыть. Некоторые их не чистят, а прямо сразу режут вот в таком виде. Я так не люблю. Я все-таки вот эту вот шкурочку, я ее снимаю и вот так вот чищу ножку. Мне кажется, так поприкольнее. Это, конечно, не белые грибы, но такие шампиньоны называются королевские. Именно с вот этой коричневой шкурочкой. Я не знаю, почему королевские, но вот как-то так. Сегодня мы были в кафе, очень вкусно там покушали. То есть, завтракали после стрима, мы в кафешке. Ну, а сейчас уже время у нас обеда. И я решила приготовить картошечку с грибами. Я это очень люблю. А вы пишите в комментариях, вам нравится или нет. Ребята, когда вы дочистили грибы, надо почистить луковицу и мелко нарезать. Вот так вот я нарезаю грибочки. А потом, если надо, я их могу вот так вот разрезать. На разогретую сковородку наливаем масло. Ух, как разогрелось. Видите, большая сковородочка такая у меня квадратная. И высыпаем сюда грибы. Ребята, грибов, кажется, очень много. Но поверьте, когда они утушатся, их будет гораздо меньше. Ребят, лук я режу очень обычным способом. Вот таким вот образом. Ребята, перед тем, как переворачивать грибы, я добавляю вот так сметану. Ребята, и еще вот такой момент. Я грибы пока не солю. Вот просто сметана и просто они тушатся. Солю я их в самом конце. Вот так вот стараюсь сметану распределить по всем грибам. Вот как-то так, ребятушки. Аккуратненько, не спешим. Все у нас получится. Ребята, когда мы перевернули наши грибы, теперь мы вот так вот добавляем лучок. Ребята, я считаю, лук никогда не испортит ни одно блюдо. И вот на вот этом этапе я сейчас подсаливаю наш лучок. Ребята, обязательно прикройте крышечкой грибочки, чтобы они протушились. Ну, видите, у меня нет квадратной крышки, поэтому я прикрыла так. Но потом я их переверну, и ничего страшного. Ребята, ничего удивительного. Мне, как всегда, только чистить картошку. Посмотрите, какая у нас она разноцветная. И я офигела, насколько она маленькая. Бывает и меньше, бывает вообще горошек. Посмотрите. Да. Лед, а ты не так, ты ее пошкрябай. Попробуй пошкрябать ее. Да не так шкрябаешь. Да она не шкрябается. Она мелкая. Я сейчас все пальцы себе порежу, пока она мелкая. Ты только чисть, чисти, чисть потоньше. Я стараюсь, ребят, я никогда в своей жизни так тонко картошку не чистила. Ты понимаешь, если ты ее почистишь не тонко? Я пальцы порежу. Слышишь, если ты почистишь не тонко, так будет горошек какой-то. Ты поняла? И будет тогда не картошка с грибами, а грибы с картошкой. Посмотрите, за это время я почистила только одну картошку. Кошмар. Слышишь, кстати, это значит, что грибы можно есть и с гречкой? Нет, я не знаю такое. Ой, ты знаешь, я когда-то пробовала сидеть на диете, вот, и зашла в одну столовку. Ну, была молодая, я тогда и все хотела похудеть как-то, знаешь, так. И это самое, там давали гречку, и гречка была вместе с грибами. И ты знаешь, я была удивлена, это реально получилось вкусно. И я даже несколько раз и сама так ела. Ой, прикольно. Ух, скажешь, как пара идет. Так, может быть, зря мы картошку чистим, может быть, ее очень гречкой. Не, ну, обожди, я считаю, что картошка с грибами – это классика жанра. Ну, худеть так лету надо, ребята. Да, 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 потому что уйдут вот эти вот оверсайсы, которые вы носили зимой, понимаете, придут купальнички, всякие тупики, шортики, и все. И все. И выплывет большой такой жирочек у них. Нет, почему? У некоторых бока, у некоторых булочки, ляшечки, все. Ну, хорошего человека должно быть много. А у некоторых все, это все вместе. Помба. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Понимаешь, главное, чтобы человек был хороший. На самом деле. Да, да, как-то так. Я, слышишь, вот так тебя снимаю, тут пар идет, так здорово. Классно, пахнет, ребята, вкусно. Жалко, что вы этого не чувствуете. Ну, да, так, кстати говоря, слышишь? И я считаю, что классика жанра все-таки грибы с картошечкой. Картошечку можно либо пожарить, либо, как мы, сделать пюрешечку. Я считаю, это очень вкусненько. И вот наши грибочки тут бурлят. Мы ждем, пока все это дело выкипит. И потом я еще раз добавлю сметану. Рецепт, ребята, проверенный, рабочий и очень-очень вкусный. Да, я хотела сказать, ребята, тоже, это я вспомнила, это мама говорила. Ну, конечно, не по теме, мы сейчас перейдем чуть-чуть в другую тему. Представляете, мы тут уже знамениты на весь наш городок Бументон. Нас все сразу, знаете, кто русскоязычный, да даже не кто русскоязычный. Мои одноклассницы, боже, я так, я так была в шоке. Я была в шоке, когда мои одноклассницы сказали, мы тебя видели в ютубе. Я такая, у меня вот такие сразу глаза квадратные, как русский, ну, на русском языке канал, понимаете? Все на русском языке, как они меня нашли в ютубе? Я не понимаю, ну, типа, ну, просто увидели мое лицо, и они такие, о, мы тебя смотрим, тебя, мы подписались все. И потом девочка начала рассказывать по всей школе, еще плюс, подписалась почти вся школа на меня. Теперь меня все смотрят с субтитрами. И потом еще мы много знакомых из маминой работы встречаем, и они все такие говорят, а вы вас нашли в ютубе? Это, знаете, иногда временами это пугает. Да, я была в шоке, конечно, когда мне сказали, что меня видели, я вообще думаю, класс. Мы вас смотрим. А я хотела спросить, а вам меня мало на работе? Нет, ну, реально, ребята, просто так вот, знаете, временами это пугает, ну, то, что каждый человек рандомный может содреть твою жизнь, это так, ну, непривычно. Ну, с другой стороны, если мы пошли на этот шаг, если мы занялись этим, то мы теоретически должны быть готовы ко всему. Не, из-за этого, конечно же, ребята, мы не будем бросать ничего, я просто уже думаю наперед, потому что какие-то комментарии могут быть такие, что бросить ее тут нет, ребята, мы не будем из-за такой мелочи бросать и тут. Мы не бросим, потому что нам это приносит удовольствие. Еще раз напоминаю, на сегодняшний момент мы не заработали ни копейки, это самое прикольное, потому что, ну, реально, ребята, для того, чтобы выпускать качественные видео, интересные видео, это большая работа. Надо подумать, ну, где, какой интересный сюжет, понимаете, или куда-то поехать, да, потратить какие-то деньги, ты едешь, да, 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 что-то показываешь, стараешься. Понимаете, иногда интересно самому смотреть, а ты там с камерой бегаешь, такой вот, в принципе. Ну да, или, к примеру, как мы пошли в театр, часто я вместо того, чтобы смотреть что-то, ну, к примеру, выступление балета, я для вас снимаю, и это, ну, вы понимаете, это неудобно смотреть сразу туда, и вам должна быть хорошая картинка, должно быть сфокусировано все, должно быть, понимаете, я... Ой, правда, правда. Я же не должна держать, вот так вот я должна... Ну да, ребята, и в результате, поэтому пока для нас это просто удовольствие, чистое удовольствие, это такое, у нас такое развлечение. А пока это наше хобби, это не работа, не заработок, вот, как-то так, ребят. Ну, и, конечно, привет всем, кто действительно нас знает, и кто смотрит, мои подружки, мои, там, люди с работы, с прежней, привет, привет всем, я всех помню, всех люблю. Вот, и слава Украине. Да, конечно же, слава Украине, и героям слава. Вот, и, знаете, недавно ко мне подошла тоже моя подружка, и такая, ну, из Америки, она не знает русский язык, если что, украинского тоже не знает тоже. Вот, она из Америки, родилась в Америке, и она такая, подходит ко мне, говорит, а вот я недавно смотрела, как твоя мама закупается в самом склобе. Я была в шоке, думаю, это же надо. Да, я была в шоке, если честно. Вот, и я спрашиваю, понравилось тебе видео, она говорит, да, а я задавала вопрос, а как ты его смотришь? Она говорит, а я субтитры читаю, вот, я включаю видео, выбираю субтитры английские, и смотрю вот так вот, я смотрю на картинку и читаю. Ну, знаете, американцы же привыкли субтитры. Слышишь, Виолетт, а что, получается, субтитры автоматом идут в таких случаях, если выбираешь субтитры? Да, так и Ютуб сам предлагает субтитры. А, вот так вот, прикольно. Да. Ну, здорово. Вот, и ты можешь выставить, но я не знаю насчёт всех языков, но просто, к примеру, в Нетфликсе раньше был русский язык, но теперь его отключили, то есть теперь нет русского языка, потому что... Ну, Нетфликс теперь не поддерживает. Понятно, понятно. Вот, и поэтому теперь есть только английские субтитры на Нетфликсе и испанские. Я поняла. А так было раньше, можно выбрать было украинский, а, и украинский, по-моему, есть субтитры тоже. Ну, хорошо, давай, меньше языком, а быстрее вчись картошечку. Да, потому что я почистила только пять, ну, вот, пятая картошечка. Кошмар! С такими темпами мы будем есть завтра утром. Да. Так, ребята, смотрим. О, смотрите, какие у нас красивые грибочки. Видите, они утушились, они уже готовы. И я вот уже увижу, что это? Картошечка. Картошечка уживается. То есть, смотрите, у нас грибочки, чтобы их приготовить минут 15-20. Класс. Вот именно вот протушить. Приятного аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова